Здравствуйте! Сегодня 25 февраля 2022 года, 8 часов 56 минут утра, температура воздуха плюс 2, ветра почти нет, пасмурная погода облачная, чуть-чуть солнце пробивается через облака. И вот в сторону центра села слышно, как гудят машины и вероятнее всего, что танки, БТР, БМП российских войск, которые сейчас едут со стороны российской границы через пограничный пункт Синьковка, через городню, бывший райцентр. И проезжают через центр села, в котором находится моя пасека. Сейчас я их не могу увидеть, потому что за деревьями, за домами эту дорогу в центре села не видно, но звук слышен. Есть еще одно место, где дорога с моего двора видна, туда приблизительно расстояние 250-300 метров. А здесь, за деревьями, я ничего не могу увидеть. Фотоаппарат имеет хорошее приближение, 63-х кратное. Это Sony A400, фотоаппарат с телезумом мощным. Я их не могу увидеть из-за препятствий. Вчера три раза колонна прошла через село, и сегодня очередная колонна едет. Сейчас они там по центру села проедут, и я перейду на другую точку съемки, с которой мне будет видна дорога, ведущая на Чернигово. Вот я сейчас перешел к завору со стороны улицы, и с этой точки я могу наблюдать дорогу, которая идет через село, и видно будет по ней, как движется транспорт. Вот они сейчас как раз, судя по звуку, едут по этой дороге. Фокусировка уходит, не могу поймать фокус. И стрельба идет, и стрельба дальняя, не в этом селе, далеко где-то идет стрельба. Вот уже как раз по дороге по этой идут, едут. Фотоаппарат не ловит фокус, но вон видны сейчас. И танки там едут, и едут машины с людьми, с военными, с этими захватчиками. Грохот идет со стороны дороги. Там асфальт хороший, с советских времен еще. Да, вон танк идет, я глазами вижу. Сейчас в фотоаппарате темновато получается, а глазами я наблюдаю, у меня хорошее зрение дальнее. Да, танки идут. Причем большие, мощные, типа Т-80. Грохот какой стоит. Что-то фотоаппарат фокус не берет. Вот сейчас лучше стало. Вот, чуть-чуть ловит фокус. Вон танки идут. Большая колонна движется. Грохот идет еще от центра села. Оттуда 3 километра расстояния. И вон танки движутся. Что-то фотоаппарат из-за препятствий, из-за веток. Перехватывает ближние кустарники и деревья фокус. Сейчас у меня телезум включен и подрагивает изображение, потому что трудно удержать. Я без штатива снимаю с рук. Вон идут танки. И на башнях там у них пулеметы установлены. Вот это Карли Пум, сошедший с ума, шизофреник, психопат и самодур. Ради своего личного самоутверждения. Моська конченная, бункерная крыса напал на Украину. Вводит войска. Разрушает инфраструктуру Украины. Бомбят аэродромы. Военные объекты. Мирные дома. В селе тут у нас пока не стреляли еще. Никого не бомбили, ничего не разрушили. Просто проезжает по дорогам. Большая колонна идет. Танки в основном идут. Грохот мощный стоит из-за того, что танки друг за другом идут. Дорога из Белоруссии. Международная дорога Гомель-Чернигов-Киев. По ней тоже идут танки, машины с людьми, если их можно так назвать, людьми. БТР, БМП. А здесь вот колонна танков. Это из-за того, что со стороны Синьковки подорвали мосты на местных речушках небольших. Этим танкам пришлось объезжать эти места непроходимые. Но там сейчас из-за того, что зима, из-за того, что осадков мало, в водоемах воды немного. И танки там легко должны были проехать. Там что-то фокус теряется. Трудновато снимать телеобъективом, фотоаппарат ловит фокус ближние объекты. Тут большое количество и деревьев, и кустарников до той дороги, которую я снимаю. Но видно, что танки идут. Вчера в селе, когда я был в центре в магазине, небольшую съемку сделал. На танках ехали люди. Прямо из башни выглядывал и стоял, держался за ручной пулемет большой башенной такой. А сейчас тут вот эти танки, которые идут, уже людей сверху не видно. Попрятались и друг за другом прут огромной колонной. Это дорога через Городню, через райцентр Репки на Чернигов. Из-за того, что вчера в Чернигове вероятнее все, что взорвали металлический мост, который над Десной находится, там, конечно, Десну преодолеть танкам будет практически нереально. Вброд ее не перейдешь. Там крутые берега. Десна, она размывала берега так, что там ни Кразом, ни КамАЗом, ни танкам не проедешь. Там только на велосипеде или пешком. А мост старый еще советский, на две полосы движения, узкий. Но в советское время его достаточно было для движения. Сейчас его нет, вероятнее всего, неправильно, что его взорвали. Потом, когда от этих захватчиков избавимся, Украина восстановит мост. И будет открыто автомобильное движение, свободное, из Чернигова на Киев. А сейчас этих врагов нужно остановить по максимуму. Вот эти вот суки огромной колонной идут. Я не считал, сколько там танков было. Ну, уже большое количество проехало. 7 минут 45 секунд я съемку делаю. И они все идут и идут. Вот это вот русский мир. Вот это вот мирное государство еще с времен Советского Союза, которое всегда говорило, что мы за мир, мы за мир. Это сучья Московия. Всегда была за войну, за захват чужого. Уже сюда запах солярки из танков навеяло. Вонищем дует. Какие-то едут машины, у которых на прицепах... Это что-то типа Катюш поехало. Ракетные установки поехали. Большой тягач и сзади, на задней части этого транспортного средства находится пусковая установка, как у Катюш для ракетных залпов. Русский мир, падла. Чтобы вы выдохли, суки. В России столько земли, столько ресурсов. Самая богатая по ресурсам страна в мире. И суки никак не нажрутся, никак не успокоятся, никак не успокоятся на захвате. Сколько можно грабить, воровать и захватывать. Падлы. Это все карлик-пу, этот паскуда, шизофреники. Сликнувшийся, неуменяемый психопат. Крыса бункерная, кремлевская шушера. Войну начал. Да, вот едет ракетная установка. Для артиллерийских, для ракетных залпов. У меня тут сейчас по забору коты лазят. Толкает меня в руки. Я думаю, что видно будет, что там едет, как там едет. 9 минут 50 секунд идет съемка. Холодно, сыро. Дует ветер. У меня уже пальцы задубили от мороза. Сырой холодный воздух. Я так выскочил из дома. Услышал в доме грохот шум, который со стороны центра села доносился. Взял фотоаппарат. Не тот, которым я обычно видео снимаю, а другой. Может быть будет хуже качество съемки или качество видео. Но я думаю, что видно будет этих паскуд захватчиков, русскомирных, скрепных. Это вот православные, которые говорят, что Украина и Россия мы один народ. Что мы же братья. Вы не братья, вы захватчики. Всю свою историю с момента основания Москвы. Москве и проклятой. Роковая опухоль на теле земли. Самое воюющее, самое воинственное, самое захватническое недогосударство. Мерзавцы. Мы же пошли в грузовые машины. Рядные СШСБ с припасами. И ракетные установки ехали. На машинах. Типа «Катюш». Но я не знаю, как они называются. Это уже более современная модель. Вон задымили, как соляркой. Сизый какой дым стоит. Да, вон большие Камазы едут. Или что там за машины такие. Это с боеприпасами, верятнее всего, что едут. Огромная колонна прет. Ракетных установок. Сейчас попробую поближе. Если фокус возьмет. Мешают. Да, и что-то там еще прицепы какие-то за собой тащат. Это Уралы. И вон какие-то прицепы за собой тащат. Танки прут. Огромной колонной. Вот Россия, как скрепы свои насаждает независимым государством. И с Грузией то же самое было. И с Молдавией в Приднестровье. Везде, где русский мир появляется, там разруха. Нищета. Нищета. Война. Убийство людей. Горе. Беда. Суки. Захватчики. Паскудные. Мерзавцы. О, какая огромная гаубица поехала. Смотрите, что творится. Какие на транспортном средстве огромные пушки назад повернутые. Так, это что-то типа ракетные установки, типа Катюши. У меня уже руки задубили так, что я с трудом фотоаппарат держу. Вот тоже что-то типа какой-то пушки поехала. Боеприпасы на грузовой машине везут на Урале. Мерзавцы. Огромная колонна. Суки. Это все на Чернигов идет. И дальше на Киев. Так, вероятнее всего, что они проехали. Шум уже пошел туда дальше. Через село они проехали. Все, я прощаюсь. До свидания. До следующих видео. Слава героям Украины, защитникам Украины. Украина добьется своей свободы и независимости от этих оккупантов и захватчиков. Слава Украине. 9.45 утра. 25 февраля 2022 года. Продолжаю снимать. Еще одна колонна поехала. Я пока был в доме, копировал с карты памяти на винчестер два куска снятых предыдущих. Для этого видео услышал из дома, опять грохот пошел. Опять поехали колонны и машин, и танки, и БТРы. Сейчас будем смотреть, что они там везут, эти падлы. Захватчики, оккупанты. Огромный грохот стоит. Руки в доме отогрел. Я с трудом карту памяти из фотоаппарата достал. Так руки задубили от мороза. Вон какие огромные пушки едут на танках. Типа гаубиц. Там, наверное, снаряды миллиметров по 120. Суки. Забыли, как Германия оккупировала Советский Союз и сколько людей погибло. Все никак войной не нажрутся. А всем врут, что Россия это самое мирное государство. И постоянно борьба за мир. Это такая борьба, что она хуже войны. За этот мир русский. Мерзавцы. Мешают кустарники, деревья в соседнем дворе. И фокус сбивается. Фокусируется фотоаппарат на ближние объекты. Глазами я нормально вижу на таком расстоянии. Фокусируются глаза на бесконечность. А фотоаппарат ловит ближние объекты. И на них фокус переводит. Огромная колонна идет. Вот первая тоже была там немало. Ну штук 40, наверное, пились 50. Транспортных средств проехала. И тут вон пруд. С какими танками. Это же сколько надо было денег потратить на то, чтобы это все построить. Заправить. Заплатить зарплату тем офицерам, которые там сидят. Для того, чтобы захватывать чужие земли. Все это проклятое Московье никак землей чужой не нажрется. Это тут в селе есть такие люди. Ховря, сосед. Одной ногой в могиле уже стоит, падла. И чужую приватизированную землю пытается захватывать. Упал с велосипеда, сломал ногу. Теперь лежит сыт и срет под себя. И уже не может чужую землю захватывать. Бог его наказал. А также с этими оккупантами будет. Получат по заслугам. Сейчас солнце вышло. Светит в сторону фотоаппарата. Наверное, блики будут засветки на видео. Блин, да не предусмотрено в этом фотоаппарате. И вероятнее всего, что солнце будет в кадре. Сбоку светит, наверное, будут блики. Ну так, в принципе, видно, что там едет. Так, фокус опять ушел. Так что те люди, которые хапают, хапают и никак не нажрутся чужим из-за своей наглости, жлобства, подлости, паскутства, неотесанности и невоспитанности, получают от Бога по заслугам. Сломанная нога. Лежит теперь и с кровати встать падла не может. Сосед этот, ворюга, падла. Так же с этими оккупантами будет. Приехали удобрять украинскую землю, плодородные черноземы. Так, фокус сбивается, потому что на вот эти кусты переходит фокусировка. Это большая колонна идет. Я услышал из дома, пока взял фотоаппарат, пока карточку достал из компьютера. Копировались файлы, дождался, пока скопировались и пропустил начало этой колонны. Сейчас уже 5 минут 16 секунд съемка идет. И довольно много уже проехало до того, как я начал снимать. Вот черт, фокус уходит. Трудно в фокусе удержать. Холодно сегодня сыро. 2 градуса температура, высокая влажность. А вот я смотрю, что на башнях там сидят. Не прячутся в танк. Сидит там подлюбка каждая в танке и за пулемет держится. Приехали украинцев в рабов превращать. Русский мир здесь строить на Украине. Это все шушера, это кремлевская крыса, карлик-пул. Никак не нажрется чужим. Все ему мало. Такая огромная территория Россия. Сколько земли пустует, не обрабатывается, гуляет. Сорняком заросло. И все захватывает, захватывает, захватывает. Вон скоро Китай захватит. Россию. Самые Уральские горы. Весь Дальний Восток и вся Сибирь уйдет Китаю. Вот будет расплата России за захватывание чужого. Навеяло уже сюда дымом солярки от тех транспортных средств. От этих танков, от машин, которые по дороге еют. Около 300 метров туда расстояние до дороги от меня. Мои пчелы туда спокойно летают. Это для них не расстояние. Они и дальше за эту дорогу летают на те поля, которые под Сонухом там засеваются. А вот из-за того, что кустарники на этой дистанции фокус перепрыгивает на ближние объекты. Трудновато снимать. 7 минут 45 секунд съемка идет этого отрезка. Огромное количество войск приготовили. И всему миру врали, что мы только учения проводим. Собрали огромные военные ресурсы под границей между Россией и Украиной. И в Белоруссии тоже самое. Вот так вот подло, как фашисты в 1941 году без объявления войны напали на Советский Союз. А сейчас это Россия напала на мирную Украину. И все это выдаётся под видом защиты русскоязычного населения. Вот я сам киевлянин. Я в основном разговариваю на русском языке. Хотя добро володею украинскую мову и могу вольно спілкуваться украинской мовы. Но я не чувствую потреби в том, чтобы меня с Россией защищали от пригнишения фашистов, как они называют на Украине, которые гноблять русских. Я сам по национальности украинец, но так как в Киеве так исторически сложилось, что люди в основном разговаривали на русском языке, поэтому я чаще всего на русском языке разговариваю. Хотя я могу вольно перейти на украинскую мову и спілкуваться с украинской мовой. Вот так захопливачи чужого своими танками, своими войсками пришли на чужую землю, будьте здесь свой русский мир, свои скрепи нам начепляти на голову, чтобы мы были в них рабами там улыбались на всю Кремлевскую Шушеру. 9 минут 46 секунд съемка идет. Эта все дорога идет на Репкин, на райцентр, тоже уже бывший райцентр, как и городня. Сейчас это просто город в Черниговском районе, в Черниговской области. И там поворот налево, в сторону Чернигова. Пруд на Киев, столицу Украины захватить, для того, чтобы поднять там флаг России и объявить Украину, свободную независимую страну, своей колонией. Как это они в Приднестровье сделали, как это в Абхазии было сделано, как это в Крыму было сделано под видом якобы референдума под стволами автоматов наемников российских. Это самая мерзкая, самая подлая, самая военизированная, захватническая, паскудная структура фашистская. Вот были фашисты в Италии и в Германии в 40-х годах прошлого века, в 30-х, 40-х годах. А сейчас фашизм перебазировался на территорию России. Это все из одного человека, из-за шизофреника, который поклонялся Геббельсу и брал с него пример. Это Шушера, завклубом в Германии и носильщик чемоданов Собчака. Так, в основном колонна проехала, я слышу, что с родной центра села еще продолжают транспортные средства ехать. Разрыв небольшой получился. 11 минут 45 секунд солнце вышло и вероятнее всего, что засветка в объективе будет. Я прошу прощения за такую съемку, не особенно качественную, но тут уже как могу, так и снимаю. Тут уже не до художественной съемки, а как получается. Вот уже следующая часть слышу по звукам, следующие танки уже будут идти. Сейчас они в объектив в кадр попадут, приближаются со стороны центра села. Что-то там едет, в объектив плохо видно, потому что солнце вышло. И свет пошел от травы, от деревьев. Вон танки видно, едут. Сейчас попробую приблизить. Может быть лучше будет видно. Хорошо, что забор есть. Я руками на него облокотился. И объектив не так качается. Включена стабилизация изображения. Но все равно качает. Фотоаппарат, потому что почти на максимальном фокусе. Вот сейчас максимальная 63-крата. Sony Cybershot H400. Вот такой фотоаппарат. Я им съемку делаю. Минимальное разрешение видео. 640 на 480. Потому что карта памяти забита моими предыдущими съемками видео на пасеке. Я не думал, что так срочно, быстро понадобится фотоаппарат для документирования этой ситуации. Акрасия войной напала на Украину. Не объявленной войной. Подлой, коварной, лживой. Продолжает колонна идти. Это ж сколько войск собрали под границей. И врали, что мы учения проводим. Мерзавцы. Все на обмане. Всю жизнь, всю свою историю. Если почитать все эти документы, все на бронде. Какой век не возьми, какой год не возьми. История переписывается каждые 3 месяца. Все по-новому придумывают, все перекручивают, все извращают. Истории у России нет. Это как у бездомной собаки. История даже больше. Она, правда, рассказать не может. Что она пережила, где она была, что она ела и как она жила. А это все, это Россия. Все на вымешанной, придуманной истории. Все на пропаганде гебельсовской построено. И поэтому Карлику, этому гебельсу поклоняется, уважает его. Этого фашистского преступника, который обеспечивал пропаганду для захвата государств. Чехии, Польши, Франции, Советского Союза. В Африку пошли войной мерзавцы. А вот этот фашизм теперь пышным цветом пророс в Советском Союзе. Он был под видом дружбы народов. А на самом деле это все вранье было. Неспроста прибалтийские государства Литва, Латвия, Эстония в 90-е годы, в 91-м году отделились от Советского Союза. Тогда многие не понимали, почему так случилось. Потому что в Радустре под Россией были Украина с 21-го года. А прибалтийские государства в 40-е годы потеряли свою независимость из-за нападения Советского Союза. Слава Богу, шоку Финляндия смогла отстоять свою независимость. Правда, потерей части своей территории. Но все равно Финляндия выстояла в тех боях и сохранила свою независимость от Советского Союза. А сейчас вот Россия, русский мир здесь, в Украине пытается строить танками. Я заканчиваю. 16 минут 43 секунды. Этот отрезок снимается. Уже большое видео. И слышно, что поехали дальше на репке. А со стороны центра села уже нет звука следующей части колонны. Всего вам хорошего. До свидания. До следующих видео. Слава героям. Слава защитникам Украины. Мы победим. По дороге на Чернигов едет уже четвертая колонна. Сейчас 10.42. Я третью колонну не снимал. Не выходил из дому. Потому что сбрасывал снятые файлы на компьютер с SD-карточки. А сейчас вот я смотрю, стоит колонна ракетных установок. Типа ГРАД или как они называются, я не знаю. Но по внешнему виду похоже. Вот как Катюша раньше были, но конечно в современном виде. Вот стоят тут, не движутся. А дальше по дороге, по этой же дороге, тут единственная дорога, через село, на соседнее село, на репке. Там движение есть. Тут из-за соседних вот этих кустарников я тут ничего снять не могу. Потому что здесь ничего не видно. А вот это вот единственное место, где я могу увидеть дорогу, ведущую между селами на репке. И заснять вот эту стоящую колонну ракетных установок. Танки поехали дальше. А вот эти вот, вот тоже начинают двигаться. Там какой-то затор был. Огромная колонна движется. Третью я не снимал. Но там видимо тоже и танки были, и такие же ракетные установки передвижные. Вот тут может лучше будет видно. Сейчас солнце как раз со стороны. Контровый свет в объектив светит. И получается, что плохо видно. Вот что там едет. Да, это ракетные установки. Залпового огня. Воняет дымом. Вот солярки, на которой ездят эти машины. И танки. И эти ракетные установки. Вот какие мощные. Это в Советском Союзе делали как бы для защиты границ государства Советского Союза. А на самом деле это все выпускали, как в Северной Корее, для захвата чужих территорий. Для того, чтобы всемирное господство у России было над соседними государствами и над всем миром. Это мания величия. Никак захватчики не нажрутся. И своей земли полным-полно уже давным-давно захваченной. И не способны толку ей дать. Гуляет земля тысячами гектаров. Китайцы вырезают леса сибирские. Выпиливают тысячами, сотнями тысячами гектаров. Вывозят это все древесину в Китай. А потом продают по всему миру древесину. А Россия не способна организовать заготовку дерева. И перерабатывать эту древесину. И выпускать из нее какие-то полезные изделия. На корнюк китайцам продали тысячи, а может быть сотни тысяч гектаров земли с лесом в Сибири. И китайцы там как хищники, как короеды, как термиты все вырезают почистую. Голая земля остается только пеньки. Уничтожают природу. Животный мир, растительный мир. Там те леса, если не посадить новые деревья, ничего там расти не будет, кроме сорняков и малины. Вот танки поехали после этих ракетных установок. 4 минуты 27 секунд съемка идет от этого отрезка видео. Солнце пробивается через облака. И мешает съемке, потому что контраст возникает. Вон уже на тягаче какую-то машину на сцепке на жесткой тянут. Поломались где-то захватчики сраные. Это сколько денег у государства украдено для того, чтобы построить вот эти все танки, БТР и БМП, передвижные ракетные установки. Сколько людей оплачивается, зарплата военным платится. Вон какая гаубица едет. Или это танк здоровенный какой-то. Это все прудно Чернигов. Я в интернете увидел информацию о том, что со стороны Киевской области, там где, ну это со стороны Белоруссии, если по карте посмотреть, там где Чернобыльская зона, где река Припять, там понтонные мосты строят, привезенные понтоны из России, для того, чтобы форсировать эту речку Припять. Потому что на танках ее не переедешь. Она хоть и небольшая, она меньше, чем в Десна, но на танках ее не переедешь. На этих БТРах, на этих зенитных установках ракетных. И через понтоны будут перемещаться через эту реку Припять и на Киев едут. Но в Чернигове они через Десну так просто не переедут. Там такие заводи. Я на велосипеде ездил, смотрел и на машине ездил на своей. И на автобусах из села я езжу через Чернигов на Киев. И видел, что там такие дороги непроходимые. Если моста нет, вот этого Черниговского железного, то там понтоны строй не строй, а без толку. Потому что там спуск к Десне такой крутой, что никакой танк его не преодолеет и никакая машина там не проедет. Это только где-то равнинные местности надо искать. Вот они их и находят в Припяти. Речку Припять форсируют. Все, колонна проехала. 7 минут 2 секунды. Заканчиваю съемку. Смерть врагам Украины. Чтобы высокие сдохли, удобрили своей российской кровью, своим российским телом украинскую плодородную землю. До свидания, до следующего видео. Украина победит этих мерзавцев и подонков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...